итак всем привет с вами дабкэ и мы продолжаем играть за крестоносную нашу польшу с крестом во главе если вы тоже любите пропускать приемы таблеток то обязательно подписывайтесь на мой канал а мы продолжаем и остается нам наверное победить коминтерн сейчас вот мы деду рутеню и гердство захватим может быть еще кстати говоря швецию раз она тоже видит со всеми воюет то есть как бы надо так сказать закончить все эти войны да мы миротворцы заставим их замириться но потом уже думаю пойдем интернационала разбивать кстати говоря водка бы уже и готов жителей до как бы готов у нас перемирие господи примере до какого до 20 октября но скоро закончится хорошо тогда мы делаем вот сюда сразу кб поехали нас появляется механ давайте механ тоже сразу начнем производить и с нами сервия обосновывается этой войны были но если вдруг они сделают то ну удачным как говорится что посмотрим том что против нас обосновывать на всякий случай румыния валяется сербии сделаем против румынии здесь фронт к всей армии и если вдруг они нас нападут мы просто захватим румынии сербию себе все говоря австрия видите объединилась так как-то посерьезнее да это видимо просто захватила против него оставшую венгрию и и лирию мы исследуем ячейку исследования и в принципе у нас почти что все фокусы и закончились можно еще вот сюда в теории выйти просто ради политики там еще какие-то решения будут плот тоже типа в теории можем на самом деле ничего такого полезного нам нету кроме исследования здесь все закончили ввс тоже самое тоже пару исследований но по факту факту мы уже все закончили нас перемирие почти кончилось и у нас тот самый легендарный баг с севастополем сейчас происходит слишком в чем я уже не буду нажимать еще раз потому что у нас просто поддержка войны падает у вас появляется этот ивент вы нажимаете вы хотите выбрать кому его отдать а вариантов я нету вариант только оккупация и при этом он снова и снова выскакивает не спел был бак тут еще на из каких других странах и если кому-то его не отдать то у вас бесконечно будет падать поддержка войны и стабильность ну походу это вас до конца игры будет происходить и вот кб готова начинаем на нападение на белую рутению то есть так понимаю беларусь и да все у них стрелочек готовы но боятся . перебросить немножко с этим мы опоздали но в целом без разницы конечно в принципе проблем никаких с беларусью нету мы очень хорошо размениваемся это интернационал вот мы 100 тысяч уже потеряли солдата белой руси а у нас что тут имеется еще по фокусам вообще полезного блин вот сюда как будто можно попробовать пойти давайте давайте глянем еще что это за событие путь польши что вот тут за решение раз посмотрим а вот и капитуляция недолго это происходило предспождаемо единственное сейчас главное чтобы никто варскор ничего не сделал но все нормально струмально теперь давайте-ка балтийское герцогство и сербия вела войну не нам а австрии почему-то показалось что одном я знаете что сделаем еще закончится сюда кб да я пытался просто хочу типа чу нет собственно говоря а чего нет и подождите что что с турцией случилось почему австрия воюет еще из турции а австрии начала воевать сантантой а нет это канада что случилось с турцией просто видите красный цвет не указал что турция а турцию догнали просто в один только константинополь жесть прям резервация какая-то интересное развитие событий сантата я пока не хотел воевать конечно но вот с австрии вполне можно ну и мы начинаем наступление сюда только кстати говоря так путь польша только на себя конечно на призвать от этих ребят тоже а то они да не мог наступать и авиацию туда перекинуть только польский оппортунизм и мы можем вступить вантанту кстати говоря но он нет я не хочу конечно же мы у нас собственно альянс скобочках не только мы там но хотя бы будет так но мы не будем никакому влиянию иностранному подвергаться и вот она кажется же герсток стал захвачена и их флот мы сейчас тоже заберем себе верно верно только да и нужно думать сейчас еще о том с кем мы хотим воевать напоследок я вообще наверное аннексировал бы лучше вот эту страну потому что я здесь аннексирую в принципе потому что кажется мне что наш крестовый поход должен включать себя напрямую страны так что это была ошибка вот эту вот страну выделять ну ладно нидерланды сейчас тоже захватим бельгия тоже в интернационале да так что надо разобраться здесь с нидерландами с интернационалом и потом же россия думаю мы со всем этим справимся в краткие сроки и следующий будет австрия четыре дня до казуса более готового и наша армия уже едет на свои позиции из ребята кто-то не поняли куда ехать с вернуться отлично не будем мы вступали очевидно что нам еще можно можно было наследование бронетехники взять ну допустим типа принципе а еще нет потому что танки может быть в один момент по и по делу а пока мы выпускаем по 8 бронетранспортеров я прокачал их на броню и на стоимость надежность тоже чтобы у них ну что просто компенсировать на самом деле надежность которому здесь потеряли и стоимость уменьшилась 10 до 5 то есть грубо говоря в два раза больше матери производим благодаря инвестиции опыта ну и прям реально неплохо 13 всего лишь заводов еще только половина эффективности а уже 9 в день делаем думаю скоро мы достаточно сделаем все полностью механизируем уже одну армию и у нас появляются вдв давайте ставим тренироваться именно ими мы будем высаживаться скорее всего в британию и я ждал слишком долго у меня кончился кб на австрию но уже снова есть на нидерланды точнее снова есть а появился поэтому мы сейчас начнем нидерланды уже нападение до авиации все красиво до копчик авиации сразу не работала ну ладно и теперь обратно все-таки снова на австрию и мы захватываем мало что нидерланды так еще и нашу остындию теперь имеем и самое главное и у тех и у тех мы забираем флот и вот мы уже имеем такой ну достаточно большой флот честно говоря я думаю мы сможем высадиться и морем но теперь мы точно готовы начинаем нападение опять не призвали никого классики не так сказать имеем своим традициям теперь призвали можем атаковать она австрия не призвала марионетку надо призвать самим отлично вроде без особых проблем мы в них проникаем а программа так у нас это фокус был окей 16000 потерь у них потери идут намного быстрее так у нас форскор не так быстро фармиться нам конечно побольше хотелось бы вот успеть получить но сейчас посмотрим сколько успеем ребятам скоро почти капнула я бы знаете что мы не на конок бы не делаем нет давайте тогда сделаем как бы на румынию и сразу после австрии захватим и серби с румынии австрия просит мира а почему блин вообще давайте посмотрим во первых что там будет хотя не знаю что это будет потому что почему это нам закинули это у нас какой-то исторический интернет ну ладно давайте попробуем в смысле исторических что только для польши это или для всех давайте попробуем это даст нам согласились верстки договор с польской королевства а ну и в каком месте это может нас устраивать то видимо скриптовая скриптовыми наговор для сербии а раз нас это не устраивает то мы закончим с газбургами раз и навсегда у нас теперь ни хрена нету ни поддержки войны не стабильности ну блин вот недавняя компания на америке на паттоне пожить на паттоне на бакартере до казалось что очень классно когда у тебя есть а ну на и то сербы согласились да ну но это же смешно это же просто смешно честно сербы согласились и поэтому у меня теперь нечего забирать ну слушайте классные скриптовые миры что я могу сказать ну да мы не зря сюда чисто плать будем но блин я просто катал 20 я не считаю не течисе верну но вернулась и досадки которыми забрали потому что это абсолютно не честно на мой вкус и давайте поэтому пойдем с сербина за это накажем в принципе как я и планировал венгрию в антанте вообще господи что вы там забыли ладно мы сейчас сюда продвигаемся и наверное одну армию будем слишком много сюда инвестировать войск потому что есть снабжение вряд ли будет хватать на слишком много но вот так вполне можно и но здесь я думаю уже спасаем лояльные страны потому что ну вот здесь вот мы должны находиться да это уже как-то чуть дальше от нас венеция тоже независимая мальта марионетка филостополь как обычно капает и нам варскор сбивает а у нас обучена уже первая наша мигментированная армия давайте ракосовский станет ее лидером и пожалуй он и будет возглавлять наступление сюда я думаю поехали скажу потрениться сколько успеет конечно же я не думаю что они успеют достаточно потрениться у нас тоже кб есть эти войска давайте сюда перебросим об это тоже прикрыть в общем то есть ощущение что у нас мы контролировали здесь вот это вот кусочек но ладно может и нет кстати ребята давайте сразу так задеплоем чтобы сразу до позиции шли планирование набирали и будем вот-вот атаковать уже их ну что мы готовы поэтому давайте-ка теперь вот план тоже сделаем этим ребятам пускай не до трениться почему-то они не тренинг и можно нападать на маню для занять должна сербис ты спить войну тербя есть ну и наш пехан должен сейчас просто да с ними безопречно расправиться у нас еще и щиток на дивизиях броню вложились и думаю полезным образом сколько он сообщил брони 15 на самом деле немного но и немало не здесь только бронебойность видите то есть как бы краски наше вложение брони было не лишним а вот румыния капнула уже давайте-ка сюда и куда-нибудь вот сюда вас в общем-то да в общем-то вот этих можно уже отсюда убирать я думаю ребят они свою роль сделали в мини мини гарнизоном и надо уже планировать все думаю войну вообще сначала стали а потом уже из интернационалом только там будет длиться здесь всего ряда будет длиться быстрее а значит сначала с интернационал а потом с италией и вот мы захватили их отлично минус еще один соперник на нашем поле боя здесь мы несем слово божье а также таблетки в но и на максимум сколько смогли обучились они организации устанавливают авиация то же самое сколько смогла столько обучилась немножко как-то они странно распределились здесь все на позициях все на позициях окей давайте-ка чуть-чуть вот сюда побольше закинем и что ж у нас сейчас уже закончится кб поэтому надо начинать с наступления объединут призвать союзников эти ребята тоже давайте со всеми воюем и что у нас здесь будет происходить пока вроде как все выглядит очень привлекательно здесь укрепления какие-то до 7 укрепления господи это мы реально 7 укрепления такой мы просто их стираем при этом все еще австрия вступает войну это не австрия вступает война это польша атакует неся божественной воли но вы что до стираем их просто дивизии несмотря на то что они там на самом деле неплохие ну авиация работает верно и вопрос очень большой сколько мы во скоро получим за это все чудо то ощущение что недостаточно много и сколько тут великих держав коммуна и союз окей то реально мы капиталируем и все только сейчас как взяли ваш тон а ну все тихоокеанские штаты принципе можно сказать уже победили в этой войне сейчас они здесь добьют ребят и почему вот эта страна западной команды а потому что на море нет верно поэтому она еще существует хотя бы до юра окей она потеряла все 2000 кстати говоря блин ну вот есть такой вопрос что мы им урона и наносим да мы сейчас реально почти ничего не получим за мир хотя мы взяли просто захватили всю коммуну может быть не очень приятной ситуации уж сразу до последнего не капитулируют достаточно забавно и любопытно и так что варсапорта не такой что и большая страна ну допустим раз заставим капитулировать вот так и произошло если говоря еще есть какие-то дивизии марионеты пельги и что повар скоро 14 процентов мало-мало конечно очень мало но нужно планировать разовыска я думаю у нас здесь есть наш флот прекрасный польский кринж марина давайте-ка сюда у нас мирал даже тоже есть господи кайф нас так сказать и говорят забавно что он есть потому что технически мы то это это не имели даже доступа к морю и у нас нету транспортных кораблей на мы сейчас сделаем и у нас есть фдв на самом деле тоже надо понимать давайте-ка какого-нибудь сюда генерала нормально поставим блин какой герал нормальный это хороший образ ну допустим вот этот у него перки хорошие он может быть хорошим будущим генералом а нам нужно теперь образца воздуха и здесь везде победить да давайте-ка сюда и сюда есть вот так и сделаем так нужно везде переход с воздухе и теперь вот откуда сюда будем мы транспортными самолетами нас уже достаточно отлично высаживаться вот сюда и воздух сразу вот этот на поддержку отправляем и вот так вот мы разминиваемся здесь говоря видимо там важные самолеты производят ну скорее всего и закидываем сюда еще побольше авиации чтобы в общем-то зеленый воздух здесь получить я думаю мы получим его достаточно быстро такими разменами когда очень они интересны можно же временно поставить вот так чтобы обнаружение качнуто шим истребителем еще больше их убивать а ну надо еще помнить что мы еще радар здесь тоже построили который я думаю некоторый успех нам дает остав что-то бомбят или у нас повстанцы взрываются не очень понятно но мы сбиваем и где-то по 60 по 70 самолетов ну дальше меньше потому что у них просто меньше остается ну да размена конечно прекрасно и как говорится вот результат этих новых дэдсин с конструкторами в итоге уишек вот такие вот самолеты да и танки мы тоже знаем какие они делают ну их корабли в принципе в том числе ну и давайте начинаем нашего воздушного морского льва мы несем очень большие потери я так полагаю это с пво но в принципе мы кто-то забираем забираем все порты вроде как ой потеря конечно жуткие ну вот это того по вам и не вы бомбили а у нас принципе не было чем бомбить нас нету не тактикулов не стратегов вот но мы взяли порты конечно да в принципе выглядит как обычная возле но военная выставка в принципе что в нормандии была такая же ситуация что это германия использовала в нидерландах на крите выдавая тоже была примерно подобная ситуация то есть ребята высаживаются и вот примерно в таком составе и уже воюют но главное нельзя репорт это значит что мы можем начать наступление нашими механизированными войсками которые сюда сейчас прибудут лондон взят иисус уже произносит свою речь я думаю перед дворцом королевской семьи а мы тем временем добиваем оставшись британию произошло падение вены что это гражданская война в австрии или что ладно было очень странно но война закончилась что нам надо взять обязательно я думаю обязательно нам надо взять францию наверное и сейчас при то не будем заниматься то французы будут тоже требовать францию черт возьми а канадцы буду требовать британию это не дать 7 ни того ни того ну и получил достаточно нормальный мир мы на юге и в южной америке точнее взяли себе центральную америку и чили а здесь мы смогли забрать в принципе все отлично и с италии макс игра хотели провоевать но немножко не получилось давайте с италии и уже начинаю войну с россией в австрии австрийская империя умерла кстати говоря видимо из того что этот парень да этот парень идет по своим фокусам но нет они сможет всех сделать слава богу но это там восстание по фокусам было забавно что они все еще могут все это сделать но тем не менее кс игра они неплохо так пройдут по фокусам и области наберут хороших я помню там в австрии хорошие вещи я уже передал всю свою авиацию своим генералам и в принципе я думаю мы готовы уже атаковать собственно говоря 14 дней и будет наступление но я думаю давайте может закончим наступление нашей последующей серии нам останется что придумал россию захватить венгрию италии вообще на самом деле сыгря только россию и здесь вот что-нибудь оттуда я думаю мы уже не будем заниматься нам остается только лишь наш крестовый поход на восток и вот здесь вот решить судьбы стран так что на это пожалуй в этот раз все а с вами ряд был допгай подписывайтесь если вы еще друг не подписаны лайки комментарии твич дискорд все ребят как обычно до скорых встреч пока